Добрый день всем подписчикам канала Любимая Старина. Сегодня пасмурный дождливый день в Австрии. Но объявление, которое нашел сегодня в интернете на местном ресурсе, интернет-площадка, очень сильно заинтересовало, поэтому собрался и еду в путь. Человек продает настольные медали. Настольные медали, естественно, австрийские, в том числе есть венгерские, есть немецкие. Еду смотреть. Цены обсуждаемы, естественно, будем торговаться. Но в первую очередь надо посмотреть на саму редкость медали, на качество. Будем смотреть. Еще интересно, что человек в объявлении указал, что распродает собственную коллекцию. Это значит, что человек в первую очередь знает цену этим медалям, знает историю, что очень немаловажно для перепродажи дальнейшей. По-любому, 100% человек их правильно хранит. Я так думаю, надеюсь. Правильно хранит и уверен, что достаточно большая будет интересная коллекция. Пока мы едем, хочу обратить внимание на то, что у нас на канале есть уже несколько обзоров интересных настольных медалей. Можете переходить по ссылочке и смотреть. Ну а если вам нравятся наши видео, то подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И комментируйте видео, задавайте вопросы. С радостью будем отвечать. Итак, ребят, мы приехали. Человек пожелал, чтобы его не снимали на видео. Также его коллекцию. В Европе, к сожалению, с этим все серьезно. Защита прав и прочее. Без согласия нельзя вести никакую видеосъемку, ничего. Но обещаю вам все свои находки, которые будут. Выложу дополнительно. Смотрите в этом видео дальше. Итак, дорогие подписчики. Представляю вам находки, найденные у человека в Австрии. Который даже пожелал, чтобы его имя было не раскрыто. Но, тем не менее, медали у него достаточно интересные. У меня коллекция, я думал всегда, что у меня большая коллекция. Около тысячи штук, именно настольных медалей. Но здесь, быстрым взглядом, порядка 3-4 тысяч медалей. Разных, разные возрастные, разные временные периоды. То есть, есть медали периода Наполеона, начала 19 века. Есть современные, достаточно современные медали 2000-х годов. Есть средних лет, таких как 70-е, 60-е годы 20 века. Очень много начала 20 века. Но об этом поподробнее. Так, всего приобрел 5 медалей. Очень тяжело торговаться с немцами, с австрийцами, с европейцами в принципе. Но пополнение для моей коллекции это раз. А во-вторых, есть для перепродажи медалей. Поэтому начнем с самой первой. Итак, первая медаль, которая привлекла мое внимание, это настольная медаль Политехнического университета Гданьска. Политехника Гданьска называется. Она вот такая коробка современная. Вот. И сама медаль. В красивом белом бархате. И достаточно качественная прорисовка, что не всегда можно встретить в современных медалях, которые делаются на компьютере. Компьютерный дизайн, стандартная штамповка. То здесь вы видите достаточно четко прорисованные линии, четкие изображения. Вот. И текст, который общий, достаточно общего формата. Памятная медаль Политехники Гданьска. Все. Здесь больше ничего такого на Аверсе на ней нет. Но сама по себе картинка. Еще раз можете посмотреть. Достаточно качественно. Сделана и очень такая красивая. Вот это меня и привлекло. Вот. На реверсе. На реверсе две знаменитости. Первая это Даниэль Габриэль Фаренгейт. Это тот самый Фаренгейт. Если что. И второй Ян Хевелюш. Ну, Ян Хевелюш будем изучать. Будем искать о нем информацию. Пока на скорую руку сказать нечего по нему. Потому что, вероятно, был назван факультет в его честь. Или его работами были вдохновлены основатели института. Вот. Ну, больше всего меня, конечно, привлекло то, что медаль дизайнерская. Если вы видите, штампик маленький. Означает о том, что какой-то медальер приложил к этому руку. Сама по себе медаль достаточно современная. Это уже двухтысячные года. Но, как замечательная часть коллекции, она точно найдет свое место. Уверен, в интернете есть такие предложения на такую медаль. Но наша хороша тем, что с футляром. С футляром родным. Вот. И достаточно качественная. В том плане, что нет ни сколов, ни царапин. Ничего. Вторая медаль. Это австрийская медаль. В родном футляре. Такой под крокодиловую кожу футляр. Вот. И сама медаль. Это спортивная медаль. Вручалась она за спортивные достижения. О чем свидетельствует сама надпись на реверсе. За достижения в спортивной стрельбе. Вот. Плюс на аверсе. Очень красиво сделана эмалями разрисовка герба штири. И герба самой стрелецкой ассоциации. Стрелковой ассоциации. И плюс. Текстом написано, когда была основана эта ассоциация в 1879 году. Сам по себе очень люблю собирать именно бронзовые медали. Именно с эмалями. Поэтому выбор на эту медальку упал. Уверен, что если не оставлю себе, то уж точно заработаю на ней, перепродавая на ebay. Плюс родной футляр. Добавят ей стоимости. Следующий лот это пара медалей. Ассоциация ремесел Карл Сруве. Вот видите надпись. Хандверкс Хаммер. Карл Сруве. Вот. Ассоциация ремесел за заслуги. То есть работникам. Была вручена работникам этой самой палаты. За их ратный труд. Вот. Что меня привлекло, так это то, что продавались они парой. Из личного опыта знаю, что медали, которые выставляются парами, всегда дороже. Вот. Ну и плюс родная коробка. Состояние хорошее. Поэтому выбор тоже пал. Ну и, как сказал продавец. Вот. Это то, с чем ему было жалко расстаться. Но мы по цене сошлись. И теперь они в моей коллекции. Итак, последняя медаль, которую я приобрел, это медаль. Здание парламента в Будапеште. Сам по себе здание парламента достаточно большое, красивое, архитектурное сооружение. Куда съезжаются каждый год миллионы туристов. Смотрят, фотографируют, берут экскурсию. Вот. Я сам по себе очень много медалей разных видел с этим зданием. Но настолько качественно прорисованную я увидел впервые. Поэтому, немного переплатив по цене, я ее все-таки приобрел. Вот. Если присмотреться, даже на видео видно, как сделаны волны реки. Сделаны тучи, небо. В принципе, я очень счастлив, что приобрел данную медаль. Она будет одной из любимых в коллекции. Вот. Ну, пока не приобрету что-то более интересное. Вот. На реверсе медали. Этот самый парламент. Но внутри. Тоже, если присмотреться, то даже люди, сидящие на местах, качественно прорисованы. Вот. Ну и значок, который вы видите вот здесь, по центру, свидетельствует о том, что тоже к этой медали приложил руку какой-то медальер. Вот. Данной информации у продавца не было. Ну, поищем в интернете. Надеюсь, информацию найдем. Вот. Так что медаль по три другом свете. Вам покажу ее поближе. Не влюбился с первого взгляда. Сразу. Вот. Так что продавать уж точно не буду. Но время покажет. Вот и все, дорогие подписчики. Всего пять находок сегодня. Но достаточно интересные, как по мне, так и достаточно ценные. И в коллекцию, и на перепродажу. То есть и заработать можно, и для себя, для глаз, для радости, души. Вот. А вы подписывайтесь на канал и ждите новых видео.